Кто бывал на центральном рынке, могли заметить эту бабушку издалека, благодаря ее красной куртке. Валентина Андреевна Дюлина – беженка из Луганска, да к тому же слепая. По ее словам, зрение начала терять два года назад, после того, как в ополчении погиб старший сын. Дом разбомбили. Похоже, эта женщина вообще мало видела радости в своей жизни. Отец умер в Финляндии, мама перевезла нас в Грозный. Мы в Грозном всю жизнь прожили. Там война началась. Уехала в Луганске, в Луганске все распадали. В наши края Валентина Андреевна приехала со своим младшеньким, которому уже 27. Про сына бабушка говорит, что он перебивается случайными заработками, поскольку нет гражданства. Есть у нее еще двое взрослых детей, то ли на Украине, то ли в Германии. О существовании матери они, похоже, совсем забыли. Дочка, говорят, уехала в Германию, не знаю. И один Саша еще был в Воронеже, а этот со мной. Они вашей судьбой интересуются, так-то что с вами? Дочка нет, а внучка иной раз звонит. Живет бабушка в Пытьяхе, снимает там комнату за 7 тысяч. Пенсии у нее, как у гражданки другого государства, нет. Каждое утро Валентина Андреевна едет на автобусе в Нефтьюганск. Здесь и подают лучше, и есть кому они зрячие позаботятся. Продавщица в соседнем киоске, женщина сердечная, и накормит, и присмотрит, и если надо, защитит. Народ, бывает, и злой попадается. Я ее помогаю. А чем помогаешь? Чаем, кофе я ее кормлю, она кушает, просит, я ее кормлю каждый день, провожаю каждый день, такси вызываю, провожаю. Мы, в свою очередь, тоже предложили Валентине Андреевне помощь. Центр социальной адаптации может быть и не самое лучшее место, но, по крайней мере, это бесплатная крыша над головой и питание для такого, как она, отчаявшегося человека. Слушайте, ну есть вот центр у нас социальной реабилитации, вы там будете жить, в общем-то, круглосуточно какое-то время, и кормить там будут, и ночевать будете, не хотите? А сын где будет у меня? Ну, сын же работает. Ну и что? Я не брошу его. А вот от теплой одежды она, к счастью, не отказалась. Волонтеры из фонда добрых дел моментально откликнулись на наш призыв, привезли бабушке шубу и продукты. Мы вам принесли вот такую шубку, может быть, вы как-то ее посмотрите. Да, на вас, тепленькая, посмотрите, какая. Девчонки постоянно помогают нуждающимся, но от этой ситуации даже им стало не по себе. Я в шоке от детей просто, от бабушкиных. Бросить слепого человека и не интересоваться судьбой вообще, это для меня неприемлемо как-то, я не знаю. Не дай бог, конечно, такого никому, и будем помогать как можем. Я хочу сказать жителям города Нефтьюганска, мы не настолько бедные, что я думаю, каждый человек, проходящий на рынок, идя за продуктами, может выделить 100 рублей для бабушки. 100 рублей для человека это не проблема, для бабушки это оплата квартиры. Сейчас у Валентины Андреевны появилась цель. В Пытьяхской клинике ей сказали, что с помощью операции зрение можно вернуть. Цена вопроса – 46 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова